И о другом противостоянии. В Алматы экс-сотрудники коллекторского агентства пытаются выбить долги у бывшего работодателя. По их словам, после первого месяца работы людям выплатили лишь 50% обещанной заработной платы. Чем это объясняют в компании и на чьей стороне закон в подобных случаях, расскажет Жанна Архимжанова. Экс-сотрудницы коллекторского агентства объединились в борьбе с бывшим работодателем. Алматинки Асема Дельгиреева и Бибигуля Замбаева месяц назад устроились в колл-центр компании по взысканию долгов у проблемных заемщиков. После недельной стажировки с ними заключили договор. И по словам пострадавших, руководство пообещало за каждый месяц испытательного срока выплатить по 40 тысяч тенге. Но в день зарплаты они получили лишь половину суммы, говорят бывшие сотрудники. Вчера нам сказали, что вы получаете в 20 тысяч, так как две недели стажировка была бесплатна. Конечно, мы подняли бунт, но нас никто не послушал, обросились даже к директору, сходили. Но все равно нам попросили написать заявление об уходе по собственным желаниям и все. Свои действия в компании якобы объяснили тем, что сотрудники не выполнили план. За месяц работы, по словам пострадавших, каждый из них должен был взыскать с должников не меньше двух миллионов тенге. Я за этот месяц взыскала 900 с чем-то тысячи. Они даже не посчитали, что я показала хорошую работу. Они проанализировали просто для себя. Похвалили нас пусто и все. А оплачивать не хотят за нашу работу. В коллекторском агентстве действия бывших сотрудниц назвали шантажом. Информацию о задолженности опровергли, но комментировать ситуацию отказались. Лишь в ответе на официальный запрос пояснили, что девушки просто решили привлечь к себе внимание и получить вдвое больше обговоренной ранней суммы. Между тем, эксперты по трудовому законодательству заявляют, что у пострадавших есть все шансы выбить долги у коллекторского агентства. Удержание заработной платы вообще запрещено только по решению суда или согласия работника. Поэтому, если работнику установили заработную плату, то они ему должны выплатить. Никаких удержаний, никаких штрафов, никаких извлечений заработной платы делать нельзя. В коллекторском агентстве заявили, что размер выплат при стажировке определяется самой компанией. Хотя, по словам специалистов, в Трудовом кодексе такого понятия не существует. Доказать свою правду пострадавшим, очевидно, удастся только в суде. Пока же экс-сотрудники обратились в прокуратуру с просьбой проверить деятельность компании. Жанна Рахимжанова, Боржан Нарымбетов, Информбюро, 31 канал.